Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо день 51. Субтитры создавал DimaTorzok Энергетики и экологии представлена на большом экране, а природу своей страны волшебной кистью отразила художница из Чили, чтобы каждый мог познакомиться с пейзажами этой далёкой от нас страны. Мы использовали деревянные палеты в знак разнообразной природы Чили. Наша страна очень протяжённая, есть море, и мы знамениты своей природой. На севере у нас находится пустыня, а южный район очень дождливый. Мы хотели показать, как ценим природу, поэтому такой дизайн выглядит очень натурально. Сегодня производство энергии из возобновляемых источников в Чили составляет 44%. Гидроэнергетика является самым развитым сектором, его доля составляет 27%. Солнечное наиболее динамично развивается на севере страны, где находится самая сухая пустыня на планете – Атакама. Ну а протяжённые берега Чилийского моря благоприятны для развития ветроэнергетики. Страна не останавливается на достигнутом, а напротив продолжает наращивать свои зелёные киловатты. Мы реализуем ряд возобновляемых проектов, важным из которых является первая геотермальная электростанция в Латинской Америке с мощностью 100 мегаватт. Если сегодня мы реализуем 44% зелёной энергии, к 2030 году мы планируем достичь 60%, а к середине века – 70% выработки. Ветроэнергетика Ветро-турбина была сконструирована с учётом специфики ветров Казахстана. Её разрабатывали для ветряного горного прохода, именуемого Джунгарскими воротами в горах Алатау Алматинской области Казахстана. Именно там эта установка способна работать при сильном ветре в 35 метров в секунду и даже выдержать ураганы. Как там очень сильные ветра, классические ветроустановки они не выдерживают. Есть две разницы – это разница лопастях и точка опоры. Здесь две точки опоры, а в классических ветроустановках только одна точка опора. И лопасти они здесь короткие и широкие, а там лопасти они длинные. Сама конструкция надёжная, упрощённая и имеет принципиально новый дизайн. Всё это делает стоимость отечественной ветро-турбины в два раза дешевле импортных. И, к слову, казахстанская разработка не имеет аналогов в мире. Это подтверждается заключениями российских, китайских, бельгийских и американских специалистов. Фото и путешествия – это стиль жизни молодого фотографа Криса Айри Уокера. Он родом из Бельгии, но уже несколько лет живёт и работает в Австралии. Его работы публикуются в журналах о путешествиях и в National Geographic. Активно ведёт видеоблог, где рассказывает о своих путешествиях. Кстати, он уже успел опубликовать поход на Алматинские горы. Я провёл одну неделю в Алматы. Мы поднимались посмотреть город, поднялись в горы, увидели красивую природу. Всё очень впечатляюще. Мы остановились в семьях в деревнях. Все нас радушно принимали. Это нас очень удивило. И мы приехали в Астану на поезде. Я впервые так долго ехал на поезде, больше 20 часов. Видел города и деревни по дороге. Астана – очень современный город. Я даже не представлял его таким, рассказывает путешественник. Здесь он экспериментирует над новыми стилями съёмок. Архитектура Экспо располагает к этому, говорит он. О первой выставке у Криса совсем мало воспоминаний. Посещал он её в Германии в раннем детстве вместе с родителями. Зато Астанинское Экспо ему запомнится надолго. Ведь здесь представлены все инновации мира об энергии будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова